МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможно ли такое развитие событий? Как сохранить исторические памятники для потомков? Мы сегодня спросим у архитектора Михаила Шмидта. Здравствуйте, Михаил Израилевич. Естественно, начнем с конторы, которая сгорела, купца Морозова. По закону восстанавливать сгоревшее здание должен собственник. Но как вы думаете, есть ли у него желание? Есть ли у него возможности это делать, если в прошлом году он земельный участок хотел продать за 15 миллионов рублей? Конечно, однозначно это здание должно быть восстановлено. По закону его должен восстанавливать собственник. То есть есть ли у него желание? Ну, думаю, что нет. А если у него нет возможности? Если у него нет возможности, то, я думаю, тут уже, наверное, должна включаться власть. Должны вестись какие-то переговоры, но на каких-то, наверное, коммерческих условиях. Я так думаю. Но не может случиться такого, что через пару лет на этом месте, на котором была эта контора купца Морозова, окажется новый торговый центр, которых у нас в городе очень много по сравнению с соседями по региону. Ну, однозначно, конечно, никто не может гарантировать, что такого не произойдет. Конечно, очень бы не хотелось, если такой бы сценарий в нашем городе был бы возможен. Это бы дало возможность, так сказать, и другим владельцам памятников поступать соответствующим образом. Поэтому я надеюсь, что нет. Общественность сейчас, в общем-то, сколыхнулась за этим событием и за его последствиями архитекторы, искусствоведы, историки. И просто, я думаю, неравнодушные граждане будут следить очень внимательно. Вот, поэтому надо, конечно, восстанавливать. Другое дело, что, наверное, это общая такая тенденция, что памятники сейчас, ну, просто собственники ими тяготятся. Ну, вот тот же дрожжевинокуренный завод, да, он же находится в очень плачевном состоянии. В очень плачевном состоянии. Вот, мало того, что часть объектов уже испорчена была в советское время реконструкцией, так называемой. Вот. И нуждается в срочной, конечно, это здание, этот весь комплекс, в срочной реставрации. Но, все-таки, мы живем в таком времени уже другом, не советском, когда все принадлежало государству. То есть, есть собственники, у них есть свои коммерческие интересы, это, наверное, тоже нужно учитывать. Но, вот, главная, мне кажется, беда, это отсутствие общей культуры у людей. То есть, именно вот это отсутствие общей культуры, оно вот приводит к тому, что есть. То есть, собственники вот этих памятников не понимают, на мой взгляд, что владеть ими и престижно, и почетно. То есть, престижно, мне кажется, почему? Ну, вот как картина дорогая в коллекции. То есть, это же уникальная вещь, которая есть в единственном числе. То есть, это свидетельство прежних эпох, и второго такого не будет. Мне кажется, вот в этом как раз вот престиж вот в Европе, я часто бываю, именно вот этот момент, он очень важен для собственников. На примере, может быть, других городов, вы же достаточно часто ездите, других городов России, может быть, у них есть какой-то опыт, что касается сохранности и восстановления исторических памятников? Ну, я недавно был в Томске. Это город с очень большим потенциалом в плане исторических памятников. Там и деревянное изотчество, и каменные дома очень высокого качества. Конечно, там картина совершенно другая. Почему? Кто заботится? Собственники иначе относятся? Что в первую очередь, это, наверное, отношение власти. То есть, здесь, наверное, нужна и пропаганда какая-то среди населения. То есть, нужно рассказывать архитектурное сообщество, власть, историки. И, мне кажется, должны объяснять горожанам, рассказывать о тех исторических событиях, которые были связаны с этими зданиями. То есть, почему они такую ценность имеют, что в них красиво, что в них ценово. Чтобы все понимали, что вот это здание, оно представляет собой определенный интерес, к нему нужно относиться соответствующе. Наверное, нужно все-таки глубже изучить вот этот опыт Томска. И посмотреть, как они вообще занимаются памятниками, почему там такой результат. Ну, спасибо вам большое за ваше мнение. Да, спасибо. А я напомню, что сегодня о сохранности и восстановлении исторических памятников мы говорили с архитектором Михаилом Шмидтом. Редактор субтитров А.Семкин